здравия вам и роду вашему с вами снова я славалюп алан богач духовный и телесный целитель основатель школы исцеления жизни ну что ж нас учили что есть живое и неживое а вы до сих пор так считаете на самом деле вся вселенная есть единое целое и все во вселенной есть живое и камень и дерево и земля все имеет свой дух и является живой сущностью с которой можно общаться взаимодействовать получать помощь защиту и подсказки или вы думаете что это сложно отнюдь дорогие мои друзья как этому научиться один из способов это практика давление когда мы частью своего сознания погружаемся в дыр дыр это океан непроявленного тот фундаментальный слой вселенной где все есть и ничего нет одновременно там нет ничего ибо она еще не проявленные и там есть все ибо она уже есть просто в непроявленной форме мы постоянно больше или меньшей частью своего сознания погружаемся в дыр и делаем это достаточно часто на протяжении суток просто мы этого не осознаем иногда когда перед нами стоит какой-то нерешаемый вопрос мы погружаемся туда довольно большой частью своего сознания в поисках ответа настоящий перед нами вопрос ведь в дыре есть вся возможная информация силы и энергии в непроявленной форме вот мы туда и отправляемся и тогда окружающим кажется что мы зависли они так и говорят о ты где ты куда ушел или ушла и делают так перед нами при помощи практики давления мы вырабатываем у себя навык осознанного погружения в дыр кстати в украинском языке до сих пор существует слово дэвытыся дэвытыся что сейчас люди понимают просто как смотреть глядеть однако это глядеть не глазами а внутренним взглядом смотреть изнутри через дыр практику давления вы найдете на моем youtube канале ну или возможно вы здесь по ссылочке или же в закрытом телеграм-канале и прочувствуете что такое смотреть изнутри поражает когда обычные неподготовленные люди пришедшие в ознакомительную встречу лекцию делали практику давление и потом описывали как привычная им реальность начинала во время практики просто расплываться или так течь как-то разваливаться вместо этого раскрывалась то чем было наполнено пространство предметы люди начинали ощущаться мысли и энергетика окружающего пространства и людей и вот тогда вы начинаете ощущать что все окружающие вас наполнено духом что все вокруг живое раньше я думал что живые камни живые деревья ну и все природное а все искусственно созданное человеком неживое как же я был поражен когда как-то на утренние пробежки по автомобильной дороге сработал уже выработанный навык осознанно смотреть дэвы тыся на все окружающие через дыр и произошло очень такой поражающий обижал по дороге часть моего сознания смотрела на окружающий через дыр и в какой-то момент я чуть не упал от неожиданности когда увидел как дорожный знак улыбается мне сперва я подумал что это плод моего воображения я перепроверил знак действительно отзывался на мои мысли улыбался и приветствовал меня ну что посылаете то получаете и тогда я понял что ничего странного в этом нету ведь этот знак делали живые люди вкладывая в него свои мысли жизненную силу часть своей души как говорится что дали уже продолжает жить самостоятельной жизнью тогда как можно удивляться что лес поле или наш дом ну и все остальное имеет свой дух и что с этим духом можно взаимодействовать общаться получать помощь защиту традиционно когда мы идем в лес мы всегда берем угощение для лесных духов ну и для хозяина леса лешего и для покровителей леса и всех животных велеса иногда бывало так что иду в лес с людьми виду группу а угощение забыл подойдя к лесу вспомнил говорю людям вот мол огорчение печалька забыл угощение духом леса лешему и велесу взять и рассказываем про духов леса лешего велеса и про взаимодействие с ними рассказал и чувствую как лес с благодарностью смотрит на меня и говорит ну вот ты сделал лучше даже чем угощение ты отблагодарил нас своим вниманием уважением и тем что рассказал о нас думаете это все выдумки а как когда вы наладили взаимодействие с лесами его духами то получаете от него нужную вам помощь много раз было так что я с людьми еду на выездной тренинг а приехал вдруг вспоминаю что забыл ну например взять с собой полынь для очистительного ритуала выхожу в поле смотрю и вижу что полыни нету другая растительность другая почва тогда прошу помощи у духа в той местности поле помогите мол полынюшку найти прохожу буквально несколько метров и натыкаясь прямо на роскошный куст полыни причем так прям внимание обращают духе посмотри вот туда точно также было много раз и другая помощь идем мы на место силы с людьми на ночные медитации ритуалы подходим к лесу поздоровались угощение оставили помощи и спросили идем без всякого света без всяких фонарей дабы лесные силы не беспокоить входим в лес в такой темноте что даже вот вытянутые руки даже вот вот дальше уже ничего не видно даже очертание человека впереди идущего не видно вот дальше чем вытянутая рука однако идем спокойно не спотыкаясь не оступаясь ровненько без всяких луж ям колдобин вот буквально как будто кто-то вот под локоточки ведет приходим на место и в темноте расходимся в разные стороны собирать дрова руками пробую нахожу довольно толстое бревно ну и длинное она я так понимаю поднимаю тяну и возникает ощущение что другой конец этого дерева кто-то тоже поднял и тянет вместе со мной в сторону стоянки дотягивая до стоянки и сталкиваемся с женщиной из группы которая тянула похожие дерево с противоположной стороны поля увидев меня женщина остолбенела и удивленно произнесла слова люб я была уверена что вы мне помогаете на другом конце моего дерева на что я не нашел что сказать кроме как я тоже был уверен что со мной кто-то несет мое бревно и такую вот помощь ощущали все остальные участники нашей группы а на следующий день когда мы уже в белый день возвращались по дороге обратно мы то и дело удивлялись видя какие мы ямы лужи колдобины как будто случайно обходили всякие пни и поваленные деревья переступали таким образом вы убедились в том что нашего ощущения что нас прямо подлокотки вели по безопасной линии действительно соответствовали реальности ибо невозможно в кромешной тьме идти по извилистой дороге на которой куча ям луж колдобин а еще и колея которая часто перпендикулярно пересекает нам дорогу невозможно это все спокойно пройти не упасть не выпачкаться не измазаться не споткнуться в полной темноте в кромешной тьме да и с фонариками по такой дороге это тоже очень сложно сделать уже понимать вот вам лишь несколько примеров взаимодействия с окружающим тонким миром можно еще информацию считывать или наоборот оставлять программируя пространство на желаемое об этом расскажу в отдельном видео как можно программировать притягивая например клиентов в свой офис или салон в магазин или как это было ну как-то работал салон красоты вот поговорим об этом следующий раз интересно ну а сегодня приглашаю вас в наш закрытый телеграм-канал где будет много того чего нет на ю тубе фейсбуке в контакте ибо как вы понимаете многое сразу удаляется или блокируется а также живое общение с такими же светлыми людьми желающими увеличивать количество радости любви и наслаждения в нашем мире вы ведь желаете увеличивать количество радости любви и наслаждения в своей жизни и вокруг себя тогда давайте это делать вместе усиливая наши намерения нашими общими силами пользуйтесь тем что уже выложено на моем канале здесь очень много уже рассказано и много практик медитаций мантр а если уже хотите большего тогда моя книга введение в любомудрии теория и практика любви для вас берите 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 перегоните по ссылке и знакомьтесь с этой моей книгой а если с ней уже давно работаете то пишите мне и вас ждет продолжение и помните все что происходит правильно все приносит наслаждение нам в нашей жизни а если что-то не приносит наслаждение то значит надо узнать что происходит не так и это изменить ведь все в вашей жизни должно быть наслаждение так что переходите по ссылке знакомьтесь моей книгой и приумножайте наслаждение вашей жизни увеличивать количество любви и радости вашей жизни то будет так и так будет